Словно яркие звезды, они в ночи освещают нам путь, и руки твои в памяти вечно, в детстве бы у головы без них не уснуть, и нет мрачнее дня на свете, когда не видим твоих глаз, но я всегда смогу ответить, о чем они молчат сейчас. Наша мама родилась в городе Самакана в 1940 году, в семье учительницы Эйси Абрамовы и успешном предпринимателе Гавриэль Ясна. Наш красивый и статный дедушка отличался мудростью, добротой, отзывчивостью. Его не сломала предвоенные годы репрессий и тяжелые годы войны. Его воля и характер не сломала тюрьмой и предательствами. Он всегда оставался чистым, кустальным источникам, к которым он стремился людям. Я ущедро делился с ним своей добротой, оригинальностью мышления и теплым отношением. Он был бескорыстным общественным деятелем, внесшим вклад в становление и развитие еврейской общины. Помог выкупить синагогу, который хотел закрыть. Был одним из тех, кто помог реставрировать и расширить еврейское кладбище. Помогал устраиваться на работу, материально поддерживал беду, сохранял распавшиеся семьи. Дедушка очень любил свою семью. Всегда являлся опорой для нее, идущей рядом с ним в жизни женщины, бесконечно преданной своему мужу. Это наша бабуля веселая, бескрименная и щедрая, удаленная рукой прекрасным голосом и танцевальной пластикой. На всех застольях и лестях праздника она пела и танцевала. Это было настоящее веселье дома. Поддержательная собеседница во всем жизнью и проблемах. Мать от тринадцатого детей, пережившая потери в десяти из них. Живой осталось только дома. Сангабет и две дочки, Томара и Сангабет. Редактор субтитров А.Семкин